так друзья здравствуйте сегодня мы продолжим бесконечную тему и количество не уменьшается и откроем еще одну я ее потом эту серию моих фильмов назову так нам нужны талантливые садоводческие журналисты садоводческие и приведу конкретные примеры потому что это будет не пустой разговор а пока я напомню кто такой Железов вот это мой сайт так здесь сразу несколько номерских премий потом уже когда меня не будет будет сказано следующее надо запись проверить запись идет жаль не успели научить но ничего на том свете не так обидно как на этом кроме чисто садоводческих дел вот они здесь есть уникальные вещи уникальнейшие вот открытие развития жизни на земле вот такие знаете глобальные темы вот есть чисто житейские практические темы вот вспоминаем памперсы я утверждаю на мальчиках это выращивание будущих слабых мужчин тупых мужчин или уже прямо геев вот в ответ тишина вот количество аварий на дорогах виновным которых являются гепатогенные зоны виновным которых являются гепатогенные зоны сотни тысяч а если взять планету миллионы отсюда кровь а деды инвалидность похороны дети сироты вот в ответ тишина эти же гепатогенные зоны в садах это мертвые деревья в квартирах бесконечные болезни раковые заболевания короткая жизнь лекарства постели утки катетеры вот радость только тем кто на этом зарабатывает вот вот даже такое еще много чего если говорить про садоводство садоводство уродливо садоводство неправильно развивается придуманные страшные выдуманные причины по уничтожению деревьев как то неправильное деревья неправильные сады неправильная почва ненавистные муравьи вот да здравствует огромное количество ядохимикатов и прочих вот и неправильные деревья которые надо исправлять но почему-то исправляет их не селекция нет с помощью секатов все это в сумме привело к тому что остался изгоем фактически причин там много кто здесь бывает на моем сайте все это знают вот кто на моем канале кстати где он этот канал где он канал караул вот вот мой канал садоводство пожарного здесь больше четырех тысяч здесь только только фильмы итак познакомили садоводство пожарного теперь открываю еще одну тему нам нужны люди товар и способности журналиста сейчас познакомлю вас с одним молодым товарищем таким что там у меня тут ага значит как это будет выглядеть итак вот здесь вот я вас на предыдущем вебинаре немножко познакомил так и сейчас еще продолжу знакомство дело в том что я немножко себя сдерживал все таки харьков область это может смело говорить фронтовая область вот нос они выращивают и по ту сторону и по эту сторону и я спросил разрешение вдруг как Артём Андреевич сюда явил я не боюсь я садовод вот значит меня должны понять вот я буду писать только про садоводство давайте с ним познакомимся с этим смелым молодым человеком Артём Андреевич Семенченко Украина Харьковского двадцать лет почему я обратил внимание иногда мне кажется что там не двадцать лет а может все пятьдесят шестьдесят больно умудрённые товарищи а вдруг всё таки в этом есть талант посмотрим посмотрим давайте всё таки считать что ему двадцать лет тогда всё остальное будет очень удивительно итак начало его деятельности самое начало вот сейчас 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 ага сад Семенченко вот он Артём Андреевич Семенченко вот его первые публикации раз два тысяч пять шесть и аж двенадцать так теперь у него есть три статьи не знаю почему они ещё не тут но я постепенно мы эти статьи будем прорабатывать чтобы убедиться во-первых в его таланте так а во-вторых тем что если он поменяет ориентацию и свою ориентацию некоторую вдрагивает речь идёт о профессиональной ориентации ну вот при этом тогда мы получим супер специалиста который будет нет может он выращивать сад но главное будет не врач а не сада а пропаганда на всю Украину на всю Россию и это должно привести огромную пользу доказательство сейчас будет итак ему двадцать лет к сожалению моему сожалению может быть это здорово что у него есть талант музыканта и так далее музыкальный слух вот вот об этом здесь написано колледж последний экзамен и сейчас получит диплом высший колледж искусства два факультета вот аккордеон художественное отделение прикладное искусство ну талант или что но я всегда говорил у меня много друзей которых как бы садоводство у которых в руках которых появляется превышенная нож или просто жмелька семечек которые вдруг будучи посажены какими-то волшебными руками именно люди искусства вот вот подчеркиваю вдруг расцветают представляете вот я всех я имею право поговорить почему отключайтесь значит что вы не наш человек а я не ваш вот я хочу сказать я всех условно садоводов которые имели другие профессии вот чистые садоводы они немножко ограничены в своих возможностях я об этом говорил а вот есть такое понятие свежая профессия я металлург за что получал по морде да какое-то право учить садоводство вот я металлург так вот у меня получалось вот это смотрите сейчас сейчас официальный сайт фото галерея вот это у меня получается почему сразу скажу почему и не кочегары мы не плотники к сожалению архот и есть такая плотницко столерская профессия это прививальщик это я вот хотите даже на меня глянуть сейчас это я это я вот я почему подробно вот я начинаю учить плотницко-столерскому делу прививка вот прививка вот мои эти я это называю в своем роде искусство да искусство но все таки в этом есть что-то такое ведь я уродую деревья насилую заставляя открывать новое качество как вы знаете как это самое представьте себе я я с плеткой да вот и какое-то растение со страху дает лучшее качество почему да металлург металлург то это это когда-то нас делили на когда-то нас делили на физиков лириков то есть я категория физиков а вот Семенченко он относится как бы к категории лириков и вот интересно что если у нас у физиков лучше ну инженеров категория инженеров сюда отношу электриков механиков стойеров плотников шоферов то есть людей таких профессий далеко не творческих которые имеют дело с железом если и с растениями то мертвыми то и знаете что такое пиломатериал назовем да вот а вдруг в руках попадает что-то живое и мы в помощи прививок совершаем чудеса это одна половина еще раз мы назовем физики а лирики это такие как Семенченко и вот к лирикам относятся люди я про них рассказывал еще расскажу не раз вот у которых в руках расцветают мир святой а оживают до первозданной красоты до первозданных качеств семена вот так скажу вот это вторая категория и есть люди которые умеют про это рассказать я как умею рассказываю четыре тысячи счастливых фильмов четыреста статей вы это все знаете да поэтому я медленно верно передаю постепенно буду молодое садоводческое поколение передавать в руки кого вот такого как Семенченко вот такого вот одна из его статей не пугайтесь это будет уже после длинного разговора серия номер два потом будет вторая статья третья и когда-то по этим статьям начнут учить уже школьников и студентов его задача он сам напросился его задача так сказать массы так сказать вот как говорил Владимир Ильич верной дорогой эти товарищи вот и мы пойдем верной дорогой и вот она часть лекции номер двести сорок девять это моя лекция да видите о чем я буду рассказывать я вас интригую еще в каком плане я сейчас возьму долистаю до Семенченко почему потому что я думал сейчас сразу начну его лекцию читать вслух читать не воспринимает же письмо шрифт сейчас же особенно молодежи подавай ля-ля-ля язык вот голосовой связь пожалуйста получите а сейчас я дохожу до того что сегодня девятнадцатая так это суббота двадцать первая это будет понедельник у меня будет двадцать сорок девятая лекция вебинар вот он и вот смотрите что я вот здесь рассказываю я не буду сейчас зачем это все это все вы потом посмотрите пойдет речь чему-то я вас научу но как физик не как лерик вот и вы уже поняли у одних искусство работать ножом пилой иногда топором извините изображение а у других когда в руках расцветает их больше уважаю потому что в моих руках расцветает только искалечено деревья вот и это будем проходить страшные вещи которые пропагандирует доктор наук доктор наук сэхэ наук сэхэ вот это мне привет из этого из Украины вот этот человек да а я не называю его фамилию из Умской области боюсь это Семенченко молодой сейчас сказал рассказывайте обо мне все вот а это тот кто нас познакомил вот Валерий Александрович познакомил а это Валерий Александрович прислал мне для семинара для вебинара вот его способ прививки видите значит есть польза вот его фотография вот и вот наконец Семенченко о чем с чего мы начали да значит получается человек искусства так и мне кажется что случилось следующее он вдруг появилось у него настроение желание интерпретировать не просто повторять а как бы по полочкам раскладывать как-то чуть по-другому и как бы более наглядно мои же эти я же как самое как я как чук че вижу а то пою а уж складно рассказывать это вот как раз Семенченко для этого и родился пройдет годы вот и мы узнаем был такой захарщик если я конечно не перевираю это знаменитый журнал знание сила мы инженеры семидесятых шестьдесятых годов на этом журнале воспитывались помните короткие фантастические рассказы с продолжением уникальные науку жизнь помните я помню еще запомнил самых талантливых журналистов Головачева по-моему Павел Головачева вот это надо ученые если ученые попробуй это расшифруй что такое 2 равное ц квадрат это гениальное самое сжатое значит изобретение открытие всемирного уровня это и есть теория относительности да я равно ц квадрат вот все что сжато вот у меня тоже есть такие открытия но не настолько просты что их пока наука не воспринимает а это я примерно для чего привел ну ведь кто-то должен потом взять и рассказать чтобы простые люди поняли что же такое теория относительности и почему чем больше скорости больше времени сжимается и почему на космическом корабле если ты пролетел какое-то время какое-то расстояние со скоростью света близко скоростью света почему ты вернешься себе на родину караул вот а там твои дети с бородами а ты всего там несколько лет у тебя на корабле на космическом прошло вот это вот и есть талант который нам надо раскрывать в данном случае я пишу когда он сделал он уже сделал три статьи наш дорогой Артем двадцатилетний подчеркиваю еще раз талантище жаль не вовремя родился да не вовремя родился вот потому что сейчас нахрен не нужно ни по ту сторону границы ни по эту сторону границы это я предаю горько вот и я говорю это второй Павел Тарценко первый Павел Тарценко Павел Николаевич это он создал три мои книги хотите я сейчас вам покажу их вот эти книги и на этом мы закончим первую серию которая будет называться знакомство с талантливым садоводческим будущим не будем пока лишнего это будущем талантливым журналистом вот здесь вот в моем каталоге кроме как все вот смотрите видите и теперь эта книга закончилась а ее сотворил кто человек который никакого отношения к садоводству не имел тоже молодой Павел Тарценко и вдруг он создал вот эту книгу он взял из моего как ее называть то черновик нет рукописи создал вот эту книгу полторы тысяч экземпляров а она уже раритет все нету тю-тю 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 остается электронный вариант вот и он этот электронный вариант так видите вот бумажная стоила тысяча рублей а электронный вариант стоил и до первого сентября будет стоить пятьсот рублей а с первого сентября тоже тысяча вот почему я придумал такой как бы опус если они покупали по пятьсот рублей пусть и они покупают по тысяче рублей вот следующие записки здесь две номерские премии но таким языком рассказывают вот я не зря привел Эльстейна с его е равно mc квадрат здесь еще проще есть там еще попробуй разберись что такое почему чем дальше чем быстрее летишь тем медленнее время здесь еще намного все проще и понятнее любого и мне обидно я вот это вот применяю пусть не обижается наука вот дело в том что они просто этого не знают что она существует открытие существует вот эти записки существует книга существует поэтому я говорю все что там в книге написано дураку понятно возникает вопрос почему наука молчит там же умнейшие люди ну познакомьтесь смотрите простите в конце концов электронная тоже 500 рублей стоит всего лишь вот пожалуйста берите меня я вас не призываю в этом сообщении соавторы вы меня возьмите десятым номером и потом Петров Сидоров пункт 9 там еще кто-то Кузнецов а десятый и вот мы стоим в этих самых теснимся возят трибуны Нобелевского этого на Нобелевском этом самом мероприятии а ребята ведь украдут же украдут и наконец книга ну брошюра она тоже ценнейшая люди в шоке но это те кто знает они а кто не знает какой шок и наконец с удовольствием с удовольствием чистая стопроцентная энциклопедия потому что Семенченко повторит судьбу Троценко если он сможет на этом выжить зарабатывать жить вот хлеб покупать масло на этих статьях почему потому что вот здесь в этой книге она отнимает все это все открытие открытие но самое главное что у дерева нет не то что лишние ветки которая отдает здоровье отдает урожай даже нет лишней почки нет лишнего листика вот и ведь это все и отменяет полностью все это рухнет все созданное искусственное создание садоводства и главное новое направление будет а я отдельно это тоже очень много рассказывает на вебинаре я еще создам отдельно фильмы расскажу как сегодня сейчас долго мучительно не хватает жизни затрат это результаты мизерные и это тоже надо ребят а здесь просто и понятно вот ну и также два пути пожалуйста выбирайте можно даже нашептывая это самое что-то получить какие-то качества и это назвал это это не обязательно нет а то подумайте что я сошел с ума вот я это назвал еще селекция мистическая но это только для любителей для любителей заглянуть так же как мы хотим что-то иметь загадочное что-то за это вот за это самое существует какая-то рядом другой мир знаете это надо долго рассказывать как у меня какая-то связь как меня спасала жизнь какие-то дымеки с того мира вот который рядом только он рядом он не где-то там за миллиарды он рядом только мы не нет у нас этого шестого чувства чтобы понять о чем речь идет так вот а это просто и понятно чтобы вырастить сад и главное отдыхая в саду ребята вот эта книга отдыхая в саду это цена всего лишь одного сальвиса который кстати все равно замерзнет у вас лучше вырастить на месте самому и тогда сад готов вот ну сколько призывать я могу ну сколько возвращаюсь вот она статья вот следующая будет фильм уже конкретная статья так вот и еще раз говорю нам молодой человек этот молодой человек пригодится и для России и для Украины знаете как мы связаны тот кто нас связал Валерий Александрович из Сумской области да фамилию не называем он говорит мне нужно от вас пятьдесят килограмм килограммы и штук пятьдесят килограмм косточек манджурского абрикоса чтобы он мог заложить такой сад а потом эти неубиваемые не боишься никакого мороза подвой манджурский абрикос персики хасанские опять же перейдут границу вот это пускай переходит границу на границе тучи ходят хмуро пускай пересекают границу с Россией пускай идут на Москву пускай идут на Воронеж на Липецк на этот самый на Волок на Урал вот прибитые а на абрикосы манджурские абрикосы персики железово хасанские вот а как я ему эти пятьдесят килограмм передам а у него талант понимаете а у него талант вот он говорит вот вот на эти нужны подвои вот на это нужны подвои вот на это нужны подвои и вот мы выбираем раз а почему железа против прививки почек а на почке а потому что сейчас еще кроме прочего прививка почек это очень удобно в плане экономии ведь каждая почка в дело идет ну не самая верхушечная но большинство почек в то время как прививка по железу не по железу а просто прививка акумином капулировкой это значит черенком это расточительство какая-то почка попадает под нож помните вот ну что мы не будем сейчас это заниматься это общий был взгляд на вещи общий общий видите какое расточительство при прививке в лучшую капулировку минимум три почки тютью а то и четыре ну что будем продолжать так друг семейченко молодой человек эх 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 этот первый фильм я посвящаю тебе вот я молю бога чтобы у тебя сложилась так жизнь чтобы ты стал известен как журналист у тебя талант начиная с второго фильма мы будем твой талант раскрывать вот у тебя талант вот твоя статья очередная и вот этот талант должен быть и для Украины и для России и не только и тебя должен стать сделать знаменитым и успешным и чтобы когда-то ты стал так же как Захарченко главным редактором садоводческого журнала ну такого журнала чтобы вернуться назад на землю к бумажным этим тиражам вот чтобы не было такого как вот видите вот что двадцать тысяч экземпляров лежит не проданное чтобы вот этого не было вот и все равно надеюсь что когда-то мы вернемся к этому вот вот ну что заканчиваю эту первую серию вот до свидания друзья я располновался но я не мог мне это вообще не сказать я не мог мы будем мои же материалы прошедшие интерпретацию молодого человека Семенченко музыканта искусствоведа вот это так важно когда разные профессии становятся двигают науку вот этим я заканчиваю до свидания первая серия закончена или что ну ну это